Антон, если выйти в Свор вместе с Шипульным на финише, то как вы думаете, кому Губерниев будет кричать «Антоша, давай!» «Давай, Антон, давай, давай, давай!» Ну, я думаю, что Губерниев будет кричать «Мне, Антоша, давай!» Потому что, ну, вы видели, Шипульно, какой Антоша? Это глыба какая-то. И... ну, не знаю. Я буду впереди, поэтому будет болеть за меня. Как ты относишься к тому, что Максим Цветков стал видеоблогером? GoPro Start Video. О! Видишь сразу? Оно видно с этой стороны только. GoPro Start Video. Ну, я хорошо отношусь к тому, что он стал видеоблогером, потому что, во-первых, очень радует, когда спортсмены не зацикливаются на одном, а пробуют себя еще в чем-то, в каких-то новых начинаниях. И Максим с каждым сбором становился все серьезнее и серьезнее, приобретал разную аппаратуру для блогерства. Поэтому молодец. Если это нравится болельщикам, значит, он делает свою работу хорошо, значит, была потребность в этом. «На какой вопрос ты хотел бы ответить, но тебе его никогда не задавали?» Я хотел бы ответить на вопрос, каково это быть олимпийским чемпионом, но мне его пока еще не задавали. Я надеюсь, что зададут скоро, через несколько месяцев. «Правда ли, что родители назвали вас в честь Шипульна?» Нет, это неправда. Меня назвали в честь Чехова. Но это тоже неправда. «Антон, здравствуй! Скажи, с кем бы ты сравнил каждого биатлониста из национальной сборной России и себя в том числе с героями Марвел?» Ну, на самом деле, трудно проводить такие ассоциации. Ну, пусть будет Алексей Волков – это Тони Старк, потому что он много говорит, и он достаточно такой человек новых идей, так же, как Тони Старк, и, в принципе, это позволяет ему быть успешным. И дальше Александр Логинов – это Халк, Тор, потому что у него много здоровья, его невозможно положить. Пусть будет, не знаю… Матвей Лисеев – это Тор, потому что он такой выходец откуда-то из леса, и у него тоже много здоровья, и кроме него некоторые его вещи никто поднять не может. А потом кто у нас еще есть? Юра пусть будет Человек-паук, потому что он такой, скажем, просто одаренный молодой человек, очень неординарный. И вот эта пластичность Человека-паука, когда он летает между домами и уворачивается от пуль, я думаю, что у Юрия есть что-то подобное. Я пусть буду флэш, скромно. Кто там Шапулин остался из героев? Кто там еще есть? Капитан Россия. Такая капитан Россия, идеально. Шапулин будет капитан Россия. А Дмитрий Губерниев? Дмитрий Губерниев. Он герой из русских сказок. Соловей-разбойник. Он сидит там где-то наверху, и так кричит и свистит, что всех сдувает, и все комментаторы вокруг него всегда разбегаются. Правильно? Вот он, Соловей-разбойник Дмитрий Губерниев. Давай дальше. Антон, здравствуйте. У меня вопрос. Почему из 100% задающих вопросы вам, 88,8% женщины? Задала вопрос Людмила. Значит, подтвердила статистику. Ну, я не знаю. Возможно, потому что мужчина на работе в этот момент. Ну, вообще, это нормально, я считаю. Я все-таки мужчина, поэтому мне вопросы дают женщины. Пусть так. А чью автограф-карту хотел бы получить ты? Ну, на самом деле много кандидатур, но я думаю, выбрал бы автограф-карту Владимира Владимировича Путина. И я думаю, что это был бы весомый вклад в мою коллекцию. Антон, что вы скажете Фуркаду, когда обгоните его в финишном створе, заняв первое место? Ну, я думаю, что я просто поздравлю его со вторым местом. Ничего особенного говорить ему не буду. Только если произойдет что-то еще интересное во время гонки, о чем нам будет, скажем, о чем поговорить. А так, ну, в момент такого, скажем, проигрыша для Фуркада, я думаю, лучше будет оставить его наедине с его мыслями. Я просто поздравлю, скажем, молодец. Но я сегодня сильнее. Ну, в прошлом году в Эстерсунде ты так и сделал, и как было? Ну, да, в Эстерсунде я был счастлив. Я был счастлив за себя, за моего друга, за Максима Цветкова. И когда я видел расстроенного Фуркада, как бы пытаться как-то уколоть его или еще что-то, было бы, ну, абсолютно неправильно. Поэтому я просто поздравил его. И я думаю, что в этот момент, в момент нашего рукопожатия и моего поздравления, он понимал, что это больше для меня происходит, скажем, для меня это поздравление, а не, скажем, попытка его как-то унизить там или еще что-то. Ничего интересного я бы не сказал вообще. Ничего нового. Сын начал заниматься биатоном. Какой самый главный совет ты можешь дать? Ну, конечно, зависит от того, какого возраста сын, и кому, собственно, совет, сыну или родителю. Но самое главное – получать удовольствие и любить спорт, развиваться. Возможно, стоит понимать, что если сын молод, то вот это расстояние от, скажем, начинания в этом виде спорта до того момента, когда ты будешь сесть вот так вот и давать интервью – это очень короткий срок, и поэтому надо обязательно каждый день ходить на тренировки и не упускать момент, брать все сразу в руки. Каким вы себя видите в 70 лет? Ну, почти таким же, только седовласом и чуть более свободным. У меня будет больше свободного времени, которое я смогу проводить с семьей и в каких-то путешествиях. И последний вопрос – кто самый горячий и преданный поклонник и болельщик в вашей семье? У меня в семье все очень горячо болеют и поддерживают меня. Я думаю, будет несправедливо кого-то выделить, потому что у меня очень большая дружная семья, и все они очень дружно за меня болеют. Ну, за оригинальность. Правда ли, что родители назвали вас в честь Шипульна? Как бы смешно. Молодец человек. И если вы будете в створ вместе с Шипульным на финише, то кому губерния будет включать – Антоша – давай. В общем, ладно. Вопросы про Шипулина принесли победу двум участникам. Все. Вводим в Кубе. И ответили.